Три вечные профессии – лечить, учить и кормить. Кому что ближе, сегодня пытались выяснить в 38-й школе. Там прошел кулинарный поединок. Ребята и взрослые сражались за звание лучших поваров. Подробности у Марии Шоклевой. Вот уже больше года в нескольких чебоксарских школах проходят факультативы по кулинарии. Технологи комбината школьного питания учат ребят готовить. Мы хотели бы до детей довести, что на сегодняшний день профессия повар, она, конечно, сложная, но она очень востребована на сегодняшний день. И если хоть несколько человек из участников захотят свою дальнейшую жизнь связать с этой профессией, мы будем только рады. Кроме необычных уроков есть и праздники. Такой, как этот. За победу в кулинарном поединке сражались две команды. Сначала участникам нужно было приготовить вкусные и красивые булочки. Причем трех разных видов. Домашнюю, дорожную и московскую. Затем кулинары приступили к изготовлению винегрета. Причем сделать его надо было по специальной технологической карте. Я помогаю маме делать дом печеньки и готовить булочки. А самым сложным было сформировать правильно тесто для дальнейшего использования. Я сегодня поняла то, что поварам быть сложно. Я буду в дальнейшем уважать тех поваров, которые работают в детских садах и в школах. Они очень стараются и делают вкусную еду. Капитанов команд, известных общественных деятелей Чувашия, ждало еще одно испытание. Определить по картинке, из какой крупы сварена каша. Меня, конечно, удивила технология приготовления булочек, потому что никогда в жизни булочек у нас дома не готовили, и я не готовил. Всю жизнь я и мои дети, и моя семья только их поедали, покупая где-то. А сегодня впервые я увидел технологию приготовления разных булочек. Что касается моей команды, удивили меня даже от малого до великого. Миша, вроде бы там маленький мальчик, а он уже умеет чистить картошку и умеет ее резать. Это здорово. И остальные члены коллектива, каждый делал свою работу. И я считаю, что они, наверное, пути в плане того, что из них в будущем каждый будет владеть профессией кулинара. Я считаю, что профессия и кулинар, наверное, самые важные в жизни. Потому что человек для того, чтобы что-нибудь сделать в жизни, сначала должен хорошо покушать. Команда Олега Таланова выиграла поединок. Их соперники перестарались с украшением винегрета. По правилам гигиены питания, с тарелок ничего не должно свисать, даже укроп. Оказывается, кулинария – это и наука, и искусство, и настоящее шоу. Мария Шоклева, Олег Якимов, Республика.